Не попробуешь, не узнаешь. Таким девизом идет по жизни семья Николаевых из Новочебоксарска. За любое дело они берутся с интересом, и потому у них все получается. В копилке награда даже титул «Семья года» города Новочебоксарска. Люблю тебя, мама, за что, я не знаю, наверное, за то, что дышу и мечтаю, и радуюсь солнцу, и светлому дню. За это, родная, тебя люблю. Я люблю за небо, за ветер, за воздух вокруг. Люблю тебя, мама, ты лучший мой друг. Это Макар. В свои пять лет Макар уже умеет читать, занимается дзюдо. Он живет в большой и дружной семье. Папа, мама и две сестры Милена и Полина. Милена, хотя и учится в третьем классе, уже определилась с выбором будущей профессии. Хочет стать радиоведущей. Можно будет рассказывать о чем-то, и потом это будет услышать все. Милена очень увлекающийся ребенок, говорят родители. Недавно решила поучаствовать в одном интересном конкурсе и удостоилась благодарственного письма Общественной палаты России. В конкурсе «Гимн России понятными словами» нужно было из «Гимна России» выбрать те слова, которые тебе непонятны, и объяснить понятными словами. Семья Николаевых всегда вместе. Владимир и Ирина поддерживают детей во всех их начинаниях. История их знакомства началась со спорта. Они впервые встретились в бассейне. Я мужу не разу говорила о том, что просто с первого... Я, во-первых, влюбилась в первый взгляд. Это раз. А во-вторых, я просто глядя на него поняла, что передо мной настоящий мужчина. И до сих пор я так и считаю, что передо мной настоящий мужчина. Они вместе уже больше десяти лет. И за это время в семье сложилось много традиций, обычаев. В копилке воспоминаний много историй, забавных случаев, связанных с детьми. К примеру, Полина – очень творческий ребенок. Это моя мама. У меня тип мышления, она образами мыслей. Она даже говорит, когда маленькая она была, мы тема считаем. Дети как считают? Раз, вот так складывай, да? У нас Полина считает и так. Они прочитают, например, надпись, а она скажет, какого она цвета. У нас как-то было так, она была простужна, и она пошла в художественную школу, и оттуда вышла здоровая ребенка. Настолько ей нравится. Девочек Ирина называет своими помощницами. Девочек воспитывает в доме я. Он нисколько, он полностью меня поддерживает и не препятствует там, никогда не защищает. Если мама ругает, значит ругает. Если мама хвалит, значит мама хвалит. По профессии Ирина – воспитатель. Она заботливая, добрая, но, будем так говорить, целеустремленная. То есть, если поставить себе задачу, цель, то она обязательно добьется. Талантливая. Самый лучший положительный пример для девочек, я бы хотел, чтобы дочери были такие, такая же, как она. То есть, все вот эти качества, чтобы перешли им. Все свободное время Николаева стараются проводить вместе. Велопрогулки за Волгу, в рощу на лыжах, если в поход, то всей семьей. По выходным культурная программа. Семья Николаевых – театралы. А еще их дом – почти живое существо, у которого есть свой день рождения. Каждый год 1 ноября дети и родители собираются за круглым столом и дарят подарки своему дому. Когда ему исполнился один год, он нам даже прислал письмо, где загадывал загадки по разным предметам на кухне и во всех комнатах. Он нам написал, что он сам живой. Мы сами придумали эту традицию. Мы отмечаем день рождения дома. Дом у нас живой. Он не любит, когда в доме ссорится. Он любит, когда... Чтобы было чисто? Чисто, аккуратно. В доме у него много помощников. Под крышей этого уютного теплого дома любят собираться близкие и друзья. Семейный барометр всегда показывает ясную погоду. Татьяна Трофимова, Арана Гавилян, Республика.